короче у меня продолжается моя эпопея со смесителем 8 лет у меня стоял смеситель такого плана дизайн которого мне нравится носик длинный как и мне нужно так как я часто набираю вот это вот кто-то клеем из сволочей строителей мне испортил и все восемь лет я на этот клей натыкалась когда его мыло короче я купила смеситель которая называется по 3 ту видимо китайский продает наша фирма с таким названием и у него в отличие вот здесь такой изящный носик а у него был во-первых пластиковый во-вторых огромный мне он вообще не понравился такой топорный и он потек при включении лейки при включении экрана прям текло капля за каплей я его сдала по значит заявку по браку в адресе и купила новый теперь эта фирма называется вот так dk room тоже китай но типа не особо они дешевые вот этот стоит вот предыдущие по тейзу стоил 2 300 потекший так вот этот стоил уже дороже 2 700 я думаю китай же умеет в принципе делать хорошие вещи если это не на коленке а фабричное производство они значит пишут что это латун я спросила у продавца латунь они говорят производитель нам пишет что латунь больше ничего мол сказать не можем действительно я когда посмотрела куда там вовнутрь его там увиден желтый металл вот и опять то есть так сложно выбрать оказалось идеальный смеситель это просто кошмар я там перелопатила все я люблю только вот такие вентили как я говорила уже в предыдущем видео про этот потейту смеситель поэтому искала только с такими выключатель мне нравится только такой не какой-то там топорный судя потому что он холодный он все-таки из металла в этот раз они из пластика так вот недостатки во первых на картинке носик выглядел сантиметров на 10 дней я еще посмотрел думаю что мне прислали а этот какой-то коротыш он 30 они считают от отсюда вот они считают да вот отсюда то есть по факту раб рабочая его длина это вот такая до сих пор они считают отсюда у них получается 30 я измерил действительно 30 но это он очень короткий на картинке он гораздо вот настолько длиннее не знаю зачем как они так сфотографировали может какой-то другой смеситель там на фотографии я все время в таз набираю воду там кошачьи лотки мыть мне нужно чтобы он был длиннее на просто так удобнее короче первый минус 2 минус вот эти отражатели какие-то в этот раз оказались странные крутишь крутишь вот такая щель где-то сантиметр и здесь тоже и никак они не прикручиваются к стене то есть как всегда они такие картонные делаются вот не сгибаются во первых они не прикручиваются к стене как и не пыталась вот с потейту не было такого со старым смесителем не было такого во первых у старого они просто где в диаметр больше вот здесь мне строители сейчас я покажу вот что сделали они просверлили отверстие не в том месте в плитке и чем меньше отражателей по диаметру тем больше у меня вот этот дефект виден и мне теперь на вот этот дефект он и так был хорошо виден плюс еще маленькие по диаметру отражатели они мало того что к стене не встали так еще и дефекты больше даже вот здесь по моему да вот видно даже здесь то есть их несмотря на то что они из бумаги их экономят и делают маленькими по размеру несмотря на то что смеситель стоит 2700 потому что дешевый смеситель и стоит от 800 рублей такого же плана также выглядят но судя по цене наверно они по идее должны быть хуже вот этот у меня был дешевый почему в нем все лучше чем в новых которые покупаю дороже я не понимаю вот этого понятно что все подорожало вот значит третий минус держатель для лейки вот он какой массивный даже смеситель дешевый смеситель он по-моему гораздо тяжелее чем новый вот какой массивный держатель для лейки длинный и вот так вот лейка вот так вот торчало из него вот так класть ее было сюда очень удобно здесь он крошечный просто крошечный во первых во вторых он без гайки если нужно будет его открутить может быть опять придется снимать весь смеситель это такая же беда была и вот по титул сейчас все так делают опять же для экономии я так думаю и вот берешь лейку хочешь вот видите сам вот этот шланг он долбится а вот правый кран и мешает вот здесь должен должен быть держатель вот на этом уровне вот так удобно хоп и все а шланг мешает он долбится об кран и вот так вот нужно класть вот так вот так вот ты поставил все вот так вот прям горизонтально класть и только потом вот так вот все делается для экономии этим маленького диаметра этот крошечный какой-то в общем так то внешний вид вообще без единого недостатка в этом хотя бы в этом не повезло по крайней мере пока сегодня будут суд будет сутки как он стоит он нигде не течет но вот эти вот три недостатка корошечный носик маленькие отражатели маленькой под неудобным углом держатель так то в принципе вот это вот я не знаю как должно быть но очень очень свободно двигается в принципе это удобно я не знаю должно ли так быть или нет вентили тоже крутится нормально очень комфортно не туго и не слабо в общем вот такой смеситель декором и покупала наугад отзывов почему-то эту фирму не берут люди не знаю почему в основном берут есть отзывы о кухонных смесителях стоит вот как я говорю ну 2 700 для китая не знаю но есть гораздо дешевле тоже китай качественно этот китай или нет это со временем только можно будет определить из-за этих отражателей я так думаю мне уже откажут возврате по браку скажу что это не брак вы не можете прикрутить вот есть такая тема да что-то у тебя есть старая старинная да тебя это устраивает вообще во всем покупаешь новое вот обязательно будет куча недостатков я перелопатила весь вайлдбрис весь озон чтобы найти что мне понравится и что будет качественным но опять напорвалась на 3 для себя недостатка но это вот в прямом смысле это брак я так считаю вот такая щель ну а как еще не крутится и все чуть трещит там причем они оба трещат они одинаково бракованная так-то выглядит симпатично я как раз такой вид и люблю современщину вот это с рычагами я не ненавижу